Выполнение задачи очень важно, чтобы почувствовать себя победителем. Как вы беретесь за выполнение крупных проектов? Например, вы пишете книгу, вы эксперт в написании бестселлеров, и дедлайны — это часть вашей работы. Разумеется, вы не сможете написать целую книгу за два часа. Так как разбить выполнение масштабного проекта на части, чтобы каждый день чувствовать удовлетворение от проделанной работы? Что вы посоветуете? Я полагаю, что все, кто смотрит это видео, рано или поздно хотят разбогатеть. И чем скорее, тем лучше. Чтобы разбогатеть, нужно представлять некий результат работы, за который вам заплатят. В этом очень помогает пошаговое руководство. Он представляет собой список этапов выполнения задачи — шаг один, шаг два, шаг три и так далее. Это похоже на пошаговый рецепт приготовления блюда. Вы должны купить какие-то ингредиенты, потом начать последовательно готовить, что-то смешать, что-то сварить, добавить приправы, соблюдать количество продуктов и тому подобное. В итоге получается готовое блюдо. Несколько лет назад я совершил довольно нелепый поступок. Я написал книгу. И я потратил на рекламу и продвижение этой книги гораздо больше, чем получил в качестве авторского гонорара. Через три месяца мне сказали, что в продвижении моей книги больше не заинтересованы. И я не понимал, почему, ведь все шло хорошо. Мне объяснили, что, так сказать, окно закрылось. Дело в том, что, когда вы пишете книгу, у вас есть три месяца на продвижение книги до ее публикации. Через три месяца после ее выпуска окно закрывается, и начинается кампания по продвижению другой книги. Моя книга стала вчерашним днем. Я сказал, что же мне делать? Я решил писать книгу каждые три месяца. Что я и сделал. Сейчас я дописываю свою 82-ю книгу. Ух ты! Я закончу ее к пятнице. Все эти книги были опубликованы ведущими издательствами. Ни одну из них я не издавал сам. Я говорю о издательских домах Саймона и Шустер, Уайли, а четыре книги были изданы самым крупным издательством в мире. Penguin Random House. И это они пришли ко мне, а не я к ним. Меня спрашивают, как я пишу книги. Я отвечаю, я беру свой пошаговый список. Первым делом я определяю сюжет. Я пишу только о том, на что потратил сотни часов исследований и собственного опыта. Затем я определяю, когда я должен закончить книгу, когда нужно написать последнюю строчку и когда нужно ее опубликовать. Обычно от первого до второго этапа проходит полных шесть месяцев, так что я начинаю работать, так сказать, с конца. И я всегда работаю по своему списку. То есть у меня есть название, есть дата предоставления рукописи издателям, и затем я начинаю двигаться с конца на начало. Все, кому это интересно, заходите на мой сайт briantracy.com и наберите в поиске «Пошаговое руководство к написанию книги». Это бесплатно. Там 20 пунктов. Меня постоянно спрашивают, как вам удалось написать столько книг. За 20 лет мне удавалось написать по 4 или 5 книг в год. Теперь я решил с этим завязать. За последние два месяца я получил запросы на 5 новых книг в 2017 году. Этот издатель хочет две, другой издатель хочет одну. Я сказал, ребята, все, с меня хватит. Они хотят мои книги, потому что они хорошо продаются. Это такой конвейер. Продажи одной влияют на продажи другой. В этом формула успеха. Просто создайте свое пошаговое руководство и следуйте ему. Для создания книги требуется колоссальная дисциплина. Думаю, вам, Эван, это интересно, ведь вы тоже написали книгу «Одно твое слово». Писать книгу – это как копать яму к горизонту. Что, представили себе эту картину? Да. Другими словами, вы пашите, как проклятые, а когда поднимаете голову, то увидите горизонт. А когда опускаете голову, то увидите чертову прорву работы. Поднимаете голову, а там по-прежнему недостижимый горизонт. И так час за часом, но вам необходимо просто начать. Я обязательно ознакомлюсь с вашим пошаговым руководством. Я потратил целых два года на свою книгу. А готовая книга за три месяца мне прям завидна. Может, ваш список мне поможет с другой книгой? Спасибо за советы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!